Архангельский сельский округ состоит из двух сел, где проживает 1923 человека. С каждым годом качество жизни населения улучшается. К примеру, за три года было отремонтировано 2,8 километров дорог. В 2023-м сделать планируют еще 3,4 километра. Существенную роль в решении насущных проблем играют местные сельхозтоваропроизводители, подчеркнули в ходе встречи. Также рассказали о том, что решается вопрос обеспечением занятости населения. В прошлом году было реализовано три инвестпроекта на сумму 2 миллиарда 21 миллион тенге, что позволило создать 120 рабочих мест. Тем не менее, проблемные моменты существуют, когда и как их будут устранять, поинтересовались местные жители. В частности, население волнует обеспечение водой и ремонт дорог. По групповому водопроводу у нас есть проблемы. В этом году большую работу мы с комитетом провели. Только определяют победителя, потом мы начнем работать. Что касается главных поселковых дорог, значит, получается, мы на завершение новой каменьки у нас денег нет, мы не поддержали. Поэтому сейчас поручаю вот этот 116 миллионов найти, за доходы сейчас увеличим, на сессию вынесем. Надо отдать все-таки, чтобы закончили эту дорогу. И Архангель поселок там. На одну улицу тоже надо посмотреть, хотя бы с одной улицы начать. Там тоже на одну улицу асфальт положить. Волнуют жители и транспортные сообщения. Несмотря на то, что сельский округ находится вблизи Петропавловска, добраться до него проблематично. Сколько лет у нас не ходит автобус. И ел, мы говорим, на дорогу. Но не каждый же может идти, говорит. Глава региона поручил решить данную проблему. Найти перевозчика и запустить автобус к 1 июля. Вообще, надо, чтобы с каждого села постараться. С районом постараться транспортные сообщения должны быть. И надо так сделать, чтобы время попасть, потом с райцентра в город уехать. Это не только Халжавский район, в целом. Поэтому подумайте, вы должны быть в первую очередь заинтересованы, как поддержать население. С 1 июля вы должны обеспечить здесь автобус. Потом доложите с ним. Также население волнует обеспечение интернетом, дровами, прописка. Работа по решению этих и других вопросов продолжится. Но важно, чтобы и население старалось оказать содействие в этой работе, отметил Аким. Также Аким области отметил, что сейчас существует большое количество госпрограмм, которые помогают открывать новый и развивать уже имеющийся бизнес. Предприятие позволит создать дополнительные рабочие места, что положительно отразится на развитии населенных пунктов.